Быть или не быть, сегодня в городе прошло внеочередное собрание Общественного Совета по науке, образованию и культуре. Участники решали, как примирить стороны в споре о строительстве нового храма на Стрелке. Что о его создании думает Орег Димирханов, который когда-то и проектировал Стрелку, расскажет Виктория Лопатайте. Народ, который не чтит своих предков, сияет право жить века. Эти слова задали тон обсуждения. Общественный Совет сегодня провел буквально внеочередной сбор. На повестке дня главный вопрос последних дней. Быть или не быть храму на Стрелке? А поводом стали негативные высказывания горожан, которые всячески пытаются сохранить невредимым любимое место отдыха. Лучше вообще ничего не строить на этом месте. Оставить все как есть. Для храма надо больше простора. На Стрелке это будет безвкусица. Что за мода восстанавливать на том месте, где когда-то что-то стояло? Почему бы не осваивать новые территории в Солнечном, в Черемушках, на Пашином? А зачем он вообще нужен? Вы сами не раз говорили о нехватке детсадов. Так и стройте их. Таких настроений, возможно, и не было бы, если бы член правления Союза архитекторов Красноярска не высказала свое мнение. Храм на Стрелке не просто очередное строение, а сложный архитектурный проект. Площадка сама по себе неудачная. Ее придется намывать в Енисей. А это очень чревато. Это потребует проведения экспертизы. Она очень дорогая. И что она скажет, неизвестно. Тем не менее, эта площадка по строительству все же рассматривается. К примеру, не так давно на этом месте хотели построить торговый комплекс. Арек Димирханов, народный архитектор России, убежден, торговому комплексу здесь точно не место. Здесь категорически нельзя строить торговые комплексы, потому что это наша драгоценность Красноярска, легкие города. Рекреационная зона. А торговый комплекс, это, конечно же, приток автомобилей огромный, загазованность. Храм, конечно, тоже местолюдное. Да и местность действительно сложная. Но как решить эти архитектурные сложности, Арек Димирханов знает лучше других. Ведь именно ему принадлежит проект самой Стрелки. Поэтому и собор тоже впишется в архитектурный ансамбль БКЗ и культурно-исторического центра. По планам храм вырастет немного правее того места, где установят первый камень. По сути, это решение не противоречит идее Патриарха, который указал именно на исторический район Стрелки. Да и горожанам в этом месте храм мешать не будет. Ведь рядом остается пешеходная зона, за которую сейчас все переживают. Правда, через это Красноярск уже проходил. Тот же храм на правом берегу. Сколько было против противников, да? Но люди построили этот храм. Причем ни копейки из бюджета денег не было выделено. Поэтому это были именно пожертвования. Поэтому я считаю, что этот храм тоже. Завтра, 21 сентября, состоится торжественная церемония заложения первого камня будущего кафедрального собора. Так что до появления новой достопримечательности осталось совсем немного. Виктория Лопатайте, Валерий Чащин, 7 канал, Новости 24.